Сегодня мы с вами будем рассматривать первую главу книги «Основание теории множеств», посвященную антиномиям. Значит, в данной главе рассматриваются логика математические антиномии или парадоксы теории множеств, а также анализируется их роль в возникновении кризиса оснований математики. Ну, для начала хотелось бы дать определение антиномии, оно здесь в тексте присутствует. Утверждается, что теория содержит антиномию тогда, когда в этой теории доказуемы два противоречащего друг другу предложения, либо одно сложное предложение, которое имеет вид эквивалентности между двумя взаимно противоречащими предложениями. Также в данной главе различаются вслед за рамцием логические и семантические, иначе называемые также синтексическими или эпистемологическими антиномии. Значит, что такое логические антиномии и чем они отличаются от семантических антиномий? Значит, логические антиномии – это такие антиномии, которые возникают на основании проблематичности некоторых понятий, например, понятий логики или математики. Семантические антиномии, в свою очередь, это антиномии, формулировка которых зависит от семантических понятий, то есть от таких понятий, которые выражают отношения между выражениями языка и объектами, к которым они относятся. Например, понятия истины и обозначения. Далее в главе рассматриваются три логические и три семантические антиномии. Значит, три логические антиномии. В самом начале приводится антиномия Рассела, которая была опубликована Расселом в 1903 году. Эта антиномия в данной главе описывается как самый решительный удар, который стал потрясением не только для основ теории множеств, но даже для самой логики. Как формулируется данная антиномия? Для произвольного множества вполне осмысленно выяснить, является оно собственным элементом или нет. Так, некоторые множества не являются собственными элементами. Например, множество планет не является планетой и потому не является собственным элементом. А некоторые множества, наоборот, являются собственными элементами. Например, множество всех множеств. Также представляется осмысленным поставить тот же самый вопрос относительно вот этого множества всех множеств. Точнее, нет, относительно множества всех множеств, не являющихся собственными элементами. Далее, вот это множество всех множеств, не являющихся собственными элементами Обозначается через заглавную латинскую s И тогда становится видно, что если s есть элемент s То оно принадлежит множеству всех множеств, не являющихся собственными элементами То есть оно не является собственным элементом С другой стороны, если s не есть элемент s, оно не принадлежит множеству всех множеств, не являющихся собственными элементами А потому является собственным элементом То есть оказывается, что s есть элемент s тогда и только тогда, когда s не есть элемент s, что является явным противоречием Также приводится возможное возражение к данной антиномии и ответ на это возражение Значит, возражение Указывается, что противоречие было выведено Точнее, предполагается, что противоречие было выведено Среди прочего, из предположения, что такие объекты Как множество всех множеств, не являющихся собственными элементами, существуют Следовательно, из полученного противоречивого заключения Должна следовать ложность исходного предположения То есть сложность того, что множество всех множеств, не являющихся собственными элементами, существует В ответ на это возражение утверждается, что указанное возражение справедливо Однако его справедливость не уменьшает парадоксальность полученного заключения То есть тот факт, что не может существовать множество состоящего из всех объектов Удовлетворяющих указанному и, как кажется, вполне обычному условию Кажется странным и противоречащим здравому смыслу И действительно, условие, которое фигурирует в антиномии Рассела Вовсе не выглядит внутренне противоречивым В отличие, например, от условия, которое фигурирует в аналогичной антиномии Которое носит название парадокс Бродобрея Далее приводится формулировка парадокса Бродобрея Пусть есть такой человек, который, предположительно, бреет всех тех И только тех жителей деревни, которые не бреются сами Обозначается выражение Тот житель деревни, который бреет всех и только тех жителей этой деревни Которые не бреются сами Через строчную латинскую Б И осуществляется рассуждение Аналогичное рассуждению, которое осуществляется в антиномии Рассела И мы приходим к заключению Что Б бреет Б тогда и только тогда Когда Б не бреет Б Вот здесь, в данном парадоксе, в данной антиномии Условие, которым должен был бы удовлетворять деревенский Бродобрей Действительно является внутренне противоречивым И потому невыполнимым Вот Также приводится еще теоретика свойственная Разновидность антиномии Рассела То есть переформулировка антиномии Рассела В чисто логических терминах С целью показать, что эта антиномия Не носит специфически математического характера И, соответственно, не зависит от особенностей В частности, понятия множества Вот эта переформулировка Кажется осмысленным спросить Применимо ли какое-либо свойство к самому себе Так, некоторые свойства неприменимы к самим себе Например, свойство быть красным Не является красным, то есть неприменимы к себе А некоторые свойства, наоборот, применимы к себе Например, свойство быть абстрактным Которое является абстрактным Следовательно, применимо к себе Далее назовем неприменимые к себе свойства Им предикабельными Тогда мы получаем парадоксальное заключение Что им предикабельность Им предикабельна тогда и только тогда когда импредикабельность не импредикабельна. Выговорила. Так, на этом рассмотрение антиномии Рассела завершается, и мы переходим к антиномии Кантера. Вторая логическая антиномия. Была придумана как минимум в 1899 году, а опубликована в 1932. Формулируется следующим образом. По теореме Кантера множество степень или множество всех подмножеств данного множества должно иметь большую мощность, чем само данное множество. Рассмотрим теперь множество всех множеств, злополучное. Его множество степень по теореме Кантера должно иметь большую мощность, чем само множество всех множеств. Но это парадоксально, потому что множество всех множеств по определению является множеством, которое содержит в себе все множества. И третья логическая антиномия приводится, антиномия Бурали-Форти. Опубликована в 1897 году, но обсуждалась с Кантором еще в 1980... Нет, тут я перепутывала циферки. В 1885-м. Данная антиномия проблематизирует математическое понятие ординала или порядкового числа множества всех ординалов или множества всех порядковых чисел, или понятие наибольшего ординала или наибольшего порядкового числа. Значит, как формулируется? Формулировка довольно короткая. Вполне упорядоченное множество всех ординалов имеет ординал, который больше каждого элемента этого множества, то есть больше любого ординала, что парадоксально. И в заключении к параграфу, в котором приводятся логические антиномии, отмечается, что при построении теории множеств ни антиномия Кантера, ни антиномия Борро-Лефорте не возникает, поскольку существование множества всех множеств и множества всех ординалов не может быть доказано при помощи принципов, положенных в основу теории множеств. Далее рассматриваются три семантические антиномии. Первая — это антиномия Ришара, описанная Ришаром в 1905 году. Формулируется следующим образом. Рассмотрим все такие действительные числа, которые могут быть охарактеризованы при помощи конечных последовательностей слов, например, таких как 0,8, положительный квадратный корень из числа 0,074 и тому подобное. А вот множество таких чисел, очевидно, счетно. Обозначим это множество через заглавную латинскую R. Теперь рассмотрим некоторый пересчет элементов R. Затем охарактеризуем действительное число, обозначенное латинской строчной R, как такое действительное число из интервала от 0 до 1, что его n-ый десятичный знак есть результат циклического сдвига n-ого десятичного знака n-ого числа в пересчете R. И таким образом получается, что число R малое, во-первых, отличается от любого элемента R, но не входит в R, и, во-вторых, охарактеризована конечной последовательностью слов. И отсюда делается парадоксальный вывод, что действительное число R малое и попадает в класс действительных чисел, которые могут быть охарактеризованы конечной последовательностью слов, и не попадает. Так, следующая антиномия — антиномия гриллинга. Обнаружена гриллингом и Нельсоном в 1908 году. Формулируется следующим образом. Некоторые русские прилагательные, например, русские и многосложные, обладают тем самым свойством, которое они называют. Прилагательное русское само является русским, а прилагательное многосложное само является многосложным. Другие прилагательные не обладают называемым каждым из них свойством. Например, прилагательное французское не является французским, прилагательное односложное не является односложным и так далее. Далее. Назовем прилагательные, которые не обладают называемым каждым из них свойством гетерологическими. Тогда окажется, что прилагательное гетерологическое является гетерологическим тогда и только тогда, когда оно не гетерологическое. И, наконец, третья семантическая антиномия, последняя, это антиномия лжеца. Формулируется в данной главе следующим образом. Предположим, что Джон Доу произнес 1 декабря 1956 года единственное следующее предложение. Вот это предложение. Единственное предложение, произнесенное Джоном Доу 1 декабря 1956 года, ложно. Это предложение лишено эллиптичности или зависимости от контекста. Поэтому представляется разумным задаться вопросом, истинное это предложение или ложно. Но оказывается, когда мы задаемся этим вопросом, что данное предложение истинно только в том случае, когда оно ложно. Далее приводится возможное возражение к данной формулировке парадокса. Указывается, что могут возразить, что эта антиномия основывается на некотором фактическом предположении. А именно на предположении о том, что Джон Доу действительно произнес определенное предложение и ничего другого в определенный день. И ответ на возражение. Это верно. Ну, то есть возражение в принципе верно, но оно опять же отнюдь не ослабляет парадоксальность результата. Кроме того, можно показать, что аналогичная антиномия может быть построена без использования каких бы то ни было фактических предположений. Вот. И в связи с этим дается ссылка на статью Тарского «Семантическая концепция истины и основания семантики». Вот где приводится такая формулировка. Вот. И в этой же статье Тарский указывает причину возникновения семантических антиномий, а именно использование семантически замкнутых языков, в которых нет разделения на объектный язык и мета-язык. Вот. Так. На этом рассмотрение антиномий завершается. Далее авторы переходят к общим замечаниям в связи с антиномиями и произведенным ими эффектом в математике и, видимо, еще в логике и философии. Значит, указывается, что лишь немногие математики всерьез обеспокоились возникновением антиномий. Что вообще, вероятно, связано с тем, что область собственно математических рассуждений непосредственным действием антиномий не затрагивается. Действительно, антиномии возникают главным образом в области крайних обобщений, то есть за пределами фактического применения понятий математики. Вот. А те математики, которые все же обеспокоились возникновением антиномий, преимущественно обеспокоились логическими антиномиями и гораздо в меньшей степени семантическими. Вот. Однако авторами отмечается, что результаты исследований современных на тот момент в области оснований показали, что роль семантических антиномий гораздо важнее, чем это считалось изначально. И об этом обещают рассказать в пятой главе данного издания. Далее отмечается, что все антиномии как логические, так и семантические имеют общее свойство, а именно свойство самоприменимости или самоотносимости, самореферентности. То есть это значит, что в любой из этих антиномий та сущность, о которой в ней идет речь, определяется или характеризуется посредством некоторой совокупности, которой она сама и принадлежит. Вот. И, видимо, во всех рассуждениях, приводящие к таким антиномиям, содержится некоторый круг. Таким образом, можно предложить возможное средство избежать антиномий, а именно исключить все рассуждения, которые включают любой вид самоприменимости, самореферентности. Однако авторы отмечают, что данное средство является слишком сильным и действительно не всякое самоприменимое понятие ведет к противоречию. Более того, некоторые такие самоприменимые понятия являются удобными, полезными и даже необходимыми для науки, используются в математике и в повседневной жизни. Попытки найти критерии, позволяющие дифференцировать опасные и безобидные самоприменимые понятия, подробно рассматриваются в третьей главе. И здесь приводится только одно такое решение, предложенное бемоном. Оно сводится к отказу от таких терминов, попытка устранения которых на основе их определения привела бы к регрессу бесконечности. И, соответственно, к сохранению таких терминов, в отношении которых такой проблемы не возникает. Ну, то есть таких терминов, для которых можно дать или показать, а точнее доказать или показать их конечную устранимость. Вот, однако у предложенного решения есть ограничения, связанные прежде всего с неудобством этого решения и его низкой эффективностью. Поскольку отмечается, что доказательство конечной устранимости требуется для каждого вновь вводимого понятия. Но при этом само представление подобного доказательства довольно долгое и утомительное предприятие, на которое математики едва ли захотят тратить в свое время. И в конце главы приводится небольшое изложение истории кризиса оснований математики. Отмечается, что XX век — это далеко не первый период, в течение которого математика испытывала кризис оснований. Первый кризис произошел еще в V веке до н.э. и был связан с открытием существования несоизмеримых отрезков. То есть с открытием существования иррациональных чисел. А также с парадоксами школы Элиатов, демонстрировавшими невозможность построения конечных величин из бесконечно малых частей. Результатами этого кризиса и, соответственно, выходом из него стали открытие теории пропорций и открытие метода исчерпывания. Соответственно, Евклид и Архимед. Второй кризис произошел в начале XIX века и был связан с концепцией бесконечно малых, которая давала правильные результаты, но чьи понятия не были строго определены. Результатом этого кризиса стала разработка фундамента математического анализа, начатая Агюстеном Каши и завершенная Карлом Вейерштрассом. И вот, наконец, третий кризис основ оформляется в связи с возникновением антиномий. И в особенности в связи с тем фактом, что различные попытки преодолеть эти антиномии выявили довольно значительное расхождение мнений по поводу самых базовых математических понятий, начиная с понятий числа и множества. И отмечается, что этот кризис не преодолен до сих пор. Вот, собственно. Я делала доклад, решила упростить себе жизнь по русскому изданию, но я предварительно сравнила русскоязычное издание с тем, которое Лев прислал англоязычным. Там, в принципе, все совпадает. Я довольно мельком сравнивала по начальному и конечному предложению каждого абзаца. Вот, показалось, что содержательно в большей степени все совпадает. Вот. Единственное, что в русском издании есть еще библиографическая такая штуковина в качестве шестого параграфа отдельно вынесена. Вот. Там библиографические замечания в связи с логическими и семантическими антиномиями. Но я про это рассказывать не буду. Вот, наверное, я закончила. Если есть вопросы, пожалуйста. Ну, если попозволите, у меня вот следующий возник вопрос содержательного плана. Когда мы рассматриваем самоприменимость в парадоксе лжеца, то, насколько я помню, татарский говорит, что она приводит к формальной противоречивости. То есть, получается, что парадокс лжеца не является семантическим парадоксом. Вот как объяснить это расхождение между татарским и авторами? Между Френкелем и Бархиловым? Ну, здесь довольно простое объяснение. Вот это разделение на семантические и логические парадоксы, оно не всеми акторами принимается вообще. И некоторые считают, что есть такие парадоксы, которые можно классифицировать одновременно и как логические, и как семантические. Вот подробно на эту тему рассуждает Ладов в статье Рассел Рамсея о проблеме парадоксов. Вот у него там на эту тему есть рассуждение. Можно посмотреть? Хорошо, посмотрю у Ладова. Спасибо. У меня есть вопрос, который связан еще с темой предыдущего обсуждения. В прошлый раз мы когда обсуждали статью «Интуиционизм. Парадокс лжеца», там аналог парадокса лжеца формулировался относительно понятия доказательства. Ну то есть мне не совсем понятно, как мы могли бы классифицировать тогда, если бы мы принимали вот это разделение на логические и семантические парадоксы вслед за Рамсой, как бы мы могли классифицировать этот вариант парадокса лжеца. Ну то есть понятно, что когда идет речь об истине или об обозначении, это ладно, можно согласиться, что это семантические, хотя мне тоже на самом деле не кажется, что есть какое-то четкое разделение. Вот, но что же делать за доказательством? Ну я затрудняюсь ответить. Я не очень хорошо помню содержание прошлой встречи, хотя смотрела вчера, но не особо уделяла внимание. Вот, там же тоже проблемы с понятиями логическими или нет? Но там смысл состоит в том, что утверждается, ну, некоторое предложение, вот это предложение лжеца, оно говорит само о себе, что оно недоказуемо. И возникает, соответственно, аналог парадокса лжеца, из-за того, что мы принимаем некоторые принципы, которые принимаются в рамках интуиционизма. Ну, в частности, что если мы знаем, что нечто является доказуемым, то у нас есть доказательства. Является ли понятие доказуемости семантическим понятием, когда надо определиться? То есть, говорит ли оно о выражениях, является ли оно таким выражением языка, которое говорит... О, Господи. Ну, да. Понятно, что это уже отношение между выражениями языка и объектами. Да или нет? Я вот затрудняюсь. Не уверена. Да, вот потому что обычно-то, ну, как бы, когда вот мы изучаем какую-то каталогическую систему, мы же выделяем, ну, в традиционном, скажем так, подходе, выделяем теорию моделей и теорию доказательств. Теория моделей, она изучает, как языковые сущности что-то обозначают, да, и, соответственно, там понятие истины, самое главное, и логическое исследование. А когда мы теорию доказательств изучаем, то мы изучаем выводимость, некоторые синтоксические характеристики. И там, соответственно, вот выводимость, она является, ну, и там понятия теоремы являются центральными. Вот доказательства, мне кажется, оно больше похоже на нечто из области теории доказательств, а не теории моделей. Вот, соответственно, у нас получается, что доказательства, видимо, никак не характеризуют соотношение языка и того, что этот язык описывает. Соответственно, тогда получается, что вот переформулировка парадокса лжеца с помощью понятия доказательства или доказуемости, как мы в прошлый раз рассматривали, она не является семантической, а является скорее логической. Ну, если ты верно рассуждаешь, то да. Я тоже хочу высказаться в пользу того, как Лев понимает суть этого парадокса. Если исходить из того, что интенция, которая имеется в этом разделении, парадоксов на логические и семантические, состоит в том, чтобы отделить те парадоксы, с которыми математики могут не иметь дела, могут просто как бы наплевать на них, от тех, с которыми они необходимо должны иметь дело, чтобы навести порядок в своей области, получается, что вот этот вот парадокс лжеца с использованием понятия доказуемости неизбежно составляет проблему для логиков и математиков. Следовательно, он не является семантическим точно. Но мне кажется, что семантические антиномии они тоже должны волновать математиков, потому что математики, по крайней мере, большинство из них, они же претендуют на то, что математика является некоторой содержательной дисциплиной, то есть она описывает то, что на самом деле имеет место, а не является просто чистой игрой с значками, чисто синтаксической какой-то деятельностью. Ну, насколько я понимаю, вот в той самой главе, по которой Вика делала доклад, написано было, что как раз некоторые математики высказывались в том смысле, что, ну, по крайней мере, семантические парадоксы – это не наша проблема вообще. Было такое, было? Да, и при этом к семантическим парадоксам отнесены парадоксы Рассела, Кантера парадоксам, которые там множество как раз, то есть, собственно, об основаниях математики. Нет. А, нет, а не к логическим, да, извиняюсь, к логическим. А у кого-нибудь еще есть сомнения вот в этом разделении на семантический и логический парадокс? Насколько я понимаю, очень многие из тех, кто этим занимался, высказывали сомнения, в том числе, по-моему, и Ладов говорит, что оно какое-то бесполезное вообще. Ну, вот мне показалось, что когда Лев сказал о том, что математики могут что-то игнорировать, какие-то из парадоксов, и эти парадоксы относятся к семантическим, это достаточно разумное предположение. Для того, чтобы заниматься математикой, не всегда надо, так скажем, иметь в виду объективный мир, реальность. Можно и игнорировать это. Ну, кто-то, допустим, из математиков хочет это не игнорировать. Некоторые из математиков говорят, что они имеют отношение к действительности. Ну, это уже проблема внутри математики. Мне кажется, только. Ну, мне кажется, что формализм все-таки не является основной идеей того, как устроена математика среди математиков. Ну, и я думаю, что все-таки большинство математиков считают, что они занимаются объективной наукой, которая действительно описывает некоторые объекты. Не думаю, что формализм это... Хотя, если вот брать, например, разные описания того, как практикующий математик рассуждает, причем написанные самими математиками, то в одной замечательной книжке Дэвиса и Херша, по-моему, там описывается о том, что... Ну, такое довольно доступное и, как мне кажется, убедительное описание дается практической работе математика, что вот математик, вообще говоря, является платоником, но когда его начинают прессовать по поводу философских оснований, он становится формализмом. Ну вот, и мне кажется, Гёдель хорошо прессовал, как вы сказали, математиков, чтобы они занимались именно в своих границах и своим делом. Да, но при этом Гёдель был радикальным платоником. Да, вот это так, это так, да. Но каким-то таким вот радикальным платоником, который все-таки ограничивал полет платонизма, ну, как-то заводил возможный платонизм в некоторые рамки. Мне кажется, тут даже скорее можно интерпретировать это в обратную сторону. То есть, наоборот, Гёдель является радикальным платоником, который доказал, что формалистская программа является, в общем-то, слишком слабой. То есть она всей божественности натуральных чисел, там всех остальных математических объектов покрыть, к сожалению, не может. Ну, то есть с помощью обычной выводимости мы не получим все истины. Ну, да. Но я думаю, что это дело Гёделя, трактовать результаты Гёделя именно таким способом. Нам же не обязательно трактовать Гёделя таким способом, каким Гёделя трактует результаты Гёделя. Можно трактовать Гёделя как ограничение. Как ограничение этого самого платонизма, этого вылезания необоснованного из формальных систем. Может, Гёделя хотел что-то другое сказать, но это не важно. Его результаты объективны. Но объективны не в смысле платонизма. Когда мы говорим об объективности, здесь сложный вопрос сразу же возникает. То ли это объективность абстрактных объектов, то ли это объективность в смысле консистентности, то ли это объективность в смысле наличия реальности, то ли ещё как-то. Слово объективность, оно нехорошее, неизвестно, где мы остановимся и что мы имеем в виду. Ну и ещё пару слов. Некоторая аналогия с результатами Тарского существует. Тарского можно трактовать, как хотел трактовать себя сам Тарский, но можно ли ведь и принять иную по оппозиции, можно отказаться от того, что Тарский якобы друг Аристотеля и у них всё аналогично. И считать, что Тарский вовсе не друг Аристотеля, а он друг и многим другим позициям отличным от Аристотеля. Так же примерно и с Гёдлем. Ну, даже в дефляционизме Тарский друг, а дефляционизм это вовсе не Аристотель. Так же, наверное, и Гёдль. Ну да, пока Тарский друг к дефляционизму, если Тарский готов отказаться от того, что понятие истины определяется через выполнимость и обозначение. Ну, мне не совсем понятно, что значит готов отказаться. Мы можем сами приобрести такую готовность и тогда результаты Тарского будут друзьями дефляционистов. но в этом следа. Ну и с Гёдлем наверное так же примерно. Ну, был Гёдель платоником, но существовал такой грех. Но это вовсе не обязывает нас трактовать теоремы Гёделя как поддержку платонизма. Мы можем трактовать теоремы Гёделя и в обратном смысле. И, наверное, лучше в обратном смысле. Как ограничение платонизма, как запрет вылезать за рамки математики в таком более формальном смысле. От результатов Гёделя ничего не убудет и не прибудет. Гёдель может быть обидеться. Но платонизм это уже не математика, это уже философия математики Гёделя. А Гёделя как математик он применимый за рамками платонизма. Я об этом хочу сказать. Ну в науке ведь мы всегда отвлекаемся от интенций создателя или открывателя. Всегда отвлекаемся. если конечно мы берем Гёделя Эритарского за рамками науки считаем что их личность их мнение их философия имеют существенное значение то это другое дело. Мне кажется в данном случае имели значение не столько мнение самого даже Гёделя сколько то какую роль сыграла значит сыграли его результаты в дальнейшем обсуждении ведь они используются именно как поддержка платонизма как правило насколько мне известно. Ну в философии математики скорее так а математикам которые работают в рамках своих маленьких конечных систем это безразлично то есть математики не всегда занимаются философией математики и у них нету такой обязанности результаты Гёделя они учитывают за рамки дозволенные не выходят может быть благодаря этим же результатам Гёделя но у них нету потребности в платонизме но если брать Гёделя как философа я соглашусь с вами ну а если как математика то другая картина может быть я излишне жестко разделяю математику и философию математики в конце концов всякий математик он тоже человек и тоже философ но все таки мне кажется можно какие-то такие границы проводить вообще я вот сейчас пытаюсь представить себе если действительно подумать о том как математик именно в рамках математики не выходя в область философии может использовать результат Гёделя вот вы говорите что этот результат вроде как указывает какие-то рамки а зачем математику пока он математик за эти рамки выходить то есть что он может на нем базировать ну да да Гёделя расставил флажки из-за них не надо выходить а аналогичная ситуация и в квантовой теории когда мы переходим к философии физики пытаемся давать интерпретации квантовой теории ну мы занимаемся чем-то рискованным по меньшей мере так же и здесь когда мы пытаемся заглянуть за флажки выставленные Гёделем то уже как-то подозрительно может быть нехорошо а поэтому можно забыть о том что за флажками и не принимать в расчет мой вопрос касался того что для математика там может быть интересного за флажками для философа это понятно что там может быть интересно а вот для математика ну понятно Но вот для математика, наверное, иногда интересно, может быть, не тогда, когда он публикует свои статьи в конкретные журналы, но иногда интересно, что такое математика. Так же и для физика иногда интересно, а что же такое квантовая теория. Но он убивает в себе этот интерес сознательным ограничением. Как-то так примерно. И как ни странно, Гёдель ему помогает убивать этот интерес. Он видит флажки. Ну, мне кажется, такое может быть. Ну, по крайней мере, для некоторых математиков, которые работают в своей области. Ну, аналогично математики реагировали на парадоксы. Они как страус прятали голову в песок. Они знали, куда уже не стоит идти, чем не стоит заниматься после того, как эти парадоксы были сформулированы. Ну, это, конечно, антифилософская оппозиция. Может быть, так оно и есть у работающих в дисциплинарном сообществе. Да, это сообщество на той дисциплинарной, чтобы там была строгая дисциплина. Ну, да. Нам не обязательно следовать той дисциплине, которая есть в дисциплинарном сообществе. У нас другое. Не совсем дисциплинарное сообщество. У нас свобода и разврат. В дисциплинарном сообществе кандалы и кнуты. Ну, что что-то похожее, да. Хотя и в нашем сообществе есть чудики типа Гераклита, которые кнутами наши. Так, я, пожалуй, выключу запись, а то мы сейчас начнем обсуждать какие-нибудь такие вещи, которые придется потом вырезать. Хорошо. Ладно.